всем привет дубки на связи утро мое вот началось гоню коров на поле что-то мне не нравится как матрешка идет и нюхает воздух обычно так происходит когда стада стада фермерская где-нибудь там в поле за горой от них доносятся запахи они это чувствуют издалека и принюхиваются уже заранее но сейчас в гору поднимемся я увижу что там происходит а я уже вижу но они далеко черные точки на горизонте видно вам нет сейчас приближу он видите не зря о увидели увидели орут сейчас я буду их разворачивать оставил их здесь сейчас схожу за веревками 1 притащу веревки сюда он видите зорькой зорька нюхает воздух так вот они вдалеке чужих коров чувствуют и встречаются мне этого в крае не надо потому что их то три а то стада если ломанется сюда будут разборки но я сотню раз уже это говорил что коровы те дикие они стелятами они защищают свое потомство и поэтому могут серьезно травмировать коров моих тем более они скажем так на веревках заведомо в невыгодном положении ограничены в действии ограничено в движении этого я всегда избегаю вон они вдалеке ходят коровы эти бешеные дебильные видите да сейчас я ему позвоню скажу чтобы сюда за эту посадку их не пускали чтобы моих не видели мои мало того что за посадкой они еще за горой там ходят эти дальше главное чтобы коровы эти моих не увидели и не побежали на разборке знакомиться большинству конечно все равно но там есть две коровы особо одаренные в кавычках которые вечно ищут себе приключений и издалека чувствуют чужой запах и ломятся на разборке ну соответственно побежали две да еще ускоренным темпом и за ними ломится все стадо это конечно не весело однажды мы с козами бежали от них вот по этому полю где они шоркаются и прыгали в этот овраг в котором вот деревья растут то есть мы с козами шли и шли а местность у нас такая бугристая то есть можно идти по ровной поверхности и если где-то сбоку какой-то бугорок то вообще не видно что творится за этим бугром и там может быть лощина балка как еще называют и стадо как раз было в этой балке то есть мы подошли к краю коровы нас увидели я понял что сейчас начнется шоу трансвеститов и я со всех сил ломанулся бежать за мной бежали эти козы за козами коровы и я прыгал в этот овраг и за мной козы но коровы то не такие с норовистые коровы бегали вдоль оврага ревели рыли землю но мы перелезли через овраг на эту сторону и уже быстрее быстрее пошли чтобы они не оббежали до края врага и не увязались за нами снова такие вот у нас здесь веселье происходят уэбердин ангуст черненький лежит мадам деловая последние несколько дней взяла моду пробегать мимо бочки с водой и скорее фураж есть и приходится ее вот так вот носить и воду в ведрах поить матрешки зорькой еще нет они ходят пасутся еще пока они боятся вместе с ней заходить сарай она же рядом с сараем стоит из бочки пьет они боятся мимо нее идти и поэтому ждут пока я ее загоню первую привяжу и потом иду за ними они этим временем уходят куда к зарослям сливы из пола подбирают сливу кстати спрашивали как они коровы едят сливы точно так же как и козы сначала едят целиком с косточками а потом когда к ним во время отдыха приходит отрыжка ну или они этом провоцируют и они пережевывают эти бабки точно также выплевывают уже после чё там вкусная дробленка да кстати я написал вот вот видите искорежила весь бачок надо наверное на авито какой-нибудь бушный бак алюминиевый купить это будет дешевле так бачки бэушные алюминиевые продают по 1000 рублей по 800 но если в плохом состоянии а вот этот бачок стоит 400 рублей и вот это уже второй бачок она изуродовала соответственно 800 рублей она уже просрала реально проще купить бэушный бак все подольше будет держаться а чё я говорил так говорил что помните я говорил отказался от обзора дробилки что мне нужна дробилка я кормлю комбикормом теперь я начал опять дробить зерно как бы и нужна дробилка я им обратился они дробилки все уже будет раскупили ждите ведь новая поставка когда будет оборудование и тогда мы вам дадим так поение с автопоилок конечно удобно но у меня сарай не настолько теплой в сильные морозы а тем более если это еще и ветром сопровождается температура опускается ниже 0 это не страшно но как бы если наличие автопоилок будет и какого-то водоснабжения в трубах от все перемерзнет и короче для моего сара это неприменимо так что поем вот так вот из ведер зимой я в сарай ставлю сзади коров или на свободное место или стоило бочку две три 200 литровые 150 литров у меня бочки есть и примерно раз два три дня и шла из дома протягиваю шланги наливая бочки уже кого вода у меня в сарае под рукой тем более зимой как правило коровы доятся мало соответственно меньше пьют то есть чем больше коровы доит тем больше она пьет а если в запуск они уходят в зимний период то и соответственно воды вообще могут одно-два ведра в день выпить и этого им вполне достаточно а у дойных коров конечно и коз вода должна быть всегда в наличии вот у матрешки бак с водой стоит точно такой же бак там алюминиевый как раз таки бы ушный бак ну что ты загораживаешь я людям бак показываю ну вон там бачок стоит узорьки вода должна быть всегда в наличии да по первому зову как правило после дойки коровы козы хотят пить и глав чтобы вода у них была под носом пятое ведро пьет и утром она выпила 4 ведра ведра 12 литров и вот считаете 9 на 12 больше 100 литров не допила все хватит моя ласточка все равно так непривычно иметь черную корову у бабушки всегда были либо палевые либо краснопестрые у меня коров за мое хозяйство не было много всяких разных но черные были только это третья корова до черная была одна из первых моих коров луна черная такой расцветки как ярославская у нее признали лейкоз она у меня была два месяца всего лишь но я ее с дуру и покупал без справок безо всего менял на быка лишь бы лишь бы заиметь вторую корову у меня прям горела свербила хочу не могу и с мясниками договорился мне привезли на обмен эту корову луну потом вторая черно-пестрая у меня была от рада тоже вот женщина у которой я брал много коров и она про она у нее была та коров любимица она мне ее продавала тоже в рассрочку потому что зимой я ее брал паша отдам только тебе у тебя пять моих коров или четыре четыре ее коров у меня было отдам столько тебе я у меня денег нет бери как деньги появится дашь у меня сена нет у меня сена осталось при грузии ищи машину привозите берите сена и вот я тогда у нее эту от раду брал вообще шикарная коровка была кстати восьмисисия у нее четыре основных титьки было и сзади у нее было еще четыре соска рудиментарных на вымене на зеркале вот ее собственно из-за этих сосков и продавали она была из племенного хозяйства и как варанжированная была по этому признаку и вот дети ее купили на выставку привозили эту корову у нас на открытии подрома всегда проходила сельскохозяйственная выставка и вот эту от раду привезли на выставку и как раз совпало с день рождением женщины и вот ее купили в подарок матери это потом я ее уже перекупил от рада это у меня было три года и я думал что она покрылась отправил ее в запуск потому что в охоту она больше не приходила после покрытия она осталась холостая в итоге я ее выставил на продажу и это же хозяйка у меня ее выкупила себе назад я огонь и не лично но она холостая зачем она вам нужна нет это моя коровка мне и жалко тоже она у меня и выкупил назад у нее она еще тоже года три наверное четыре было в хозяйстве вот так что такие вот сердобольные хозяева выкупают назад свою скотину люди прикипают к душой ведь коровы это не только заработок это еще ну в моем понимании коровы это душа хозяйства до душа моя сколько лет мы живем сколько лет я живу у нас ни одного дня не было в хозяйстве без коровы ни одного вот в доме где я сейчас живу родители жили мои с родителями отца совместно проживали бабушка на свадьбу родителям дарила корову не корова тёлку стильную нетель она отелилась получается еще дома его рождения и когда я родился корова уже была в хозяйстве позже бабушка с дедушкой те по отцу брали корову в колхозе тоже нарядка была красно-пестрая галштинка ее продали а нет она что-то не крылась несколько лет у них и и зарезали они сено на нее уже сразу не готовили в зиму знали что пойдет коров на мясо но как получается потом родители развелись и мы перешли с мамой сюда вот к бабушке и у бабушки всегда тоже были коровы две чаще всего редко три но она как правило корова телилась она раздаивала если первотелка и она продавала по дубкам тоже много бабушкиных коров было многие брали я ее кстати спрашивал когда вот эту отраду купил и отраду ночку купил я говорю бабу ли тебя коров же в дубках покупали люди много у тебя телок коров брали как они у тебя назад приходили домой со стада она готовит постоянно приходили несколько дней домой стабильно ходили потом уже люди со стада уже встречали приманивали хлебом сразу веревку на рога вали домой вели чтобы больше старый дом не ходила вот так что коровы никогда не переводились и вот потом бабушка уже в силу возраста не смогла держать коров ну как не смогла тут уже я начал держать коров я начал доить потому что у нее у бабули последние две коровы ромашкой и жданка очень таких сноровистые были жданка еще если давала себя путать задние ноги а ромашка была она даже путать себя не давала это сейчас хорошо есть все вот эти антибрыки это прям спасение эти антибрыки что же раньше мы про них не знали вот зачастую хороших коров приходилось пускать на мясо потому что проблемы с дойкой были легались не стояли но вот такие характерные были а сейчас антибрык навесил и как-то она уже с антибрыком привыкает и нормально даются так что коровы всегда были я надеюсь еще длительное время будут по крайней мере я этого хочу до ноченька пока мы тут с тобой разговариваем людей развлекаем матрешка-то зорькой пасутся ходят где-нибудь там слив наверно уже наелись кабани там еще к егозам в огород не залезли а то они там капусту не убрали давай пойду я за соседками твоими вам ребят спасибо за внимание такой вот ролик получился из сарая ставим лайки пишем комментарии всем спасибо за просмотр пока пока